Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора это довольно необычный автомобиль формата четырехдверный хэтчбэк для внутреннего японского рынка. И если нашим зрителям с Дальнего Востока такой автомобиль может оказаться в принципе-то вполне привычным, то вот для зрителей из западной части нашей страны эта машина может показаться действительно интересной. В течение следующих нескольких минут разберемся, что эта машина представляет собой с точки зрения техники, что там по кузову, по салону и так далее. Встречайте, Toyota Spade, он же Toyota Porte. Как модель Toyota Spade появилась в 2012 году и по нынешним меркам эта машина долгожитель конвейера. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2020. Построен этот автомобиль был на базе Toyota Vitz. В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля под капот этих машин мог ставиться как минимальный двигатель объемом 1,3 литра на 95 лошадиных сил, так и варианты побольше. Полуторалитровые на 103 и 109 лошадей соответственно. Коробки передач только вариаторные, а привод передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр автомобиль без пробега по России. По Японии эта машина прошла всего 99 тысяч километров. Объем двигателя 1,5 литра, 103 лошадиные силы, вариатор и передний привод. При первом приближении Toyota Spade не выглядит совсем уж маленьким автомобилем, хотя габаритные размеры у него достаточно скромные. Длина этого автомобиля составляет 3 метра 99 сантиметров. Ширина 1,69 метра и высота также 1,69 метра. Колесная база 2,60. Разрешенная максимальная масса 1425 килограмм. При этом автомобиль достаточно вверткий. Радиус разворота составляет всего 5 метров. Ну а в том, что касается толщины лакокрасочного покрытия, Toyota Spade это типичный автомобиль для внутреннего японского рынка. Разброс показаний толщиномера, если говорить про родной окрас, будет лежать в диапазоне от 80-90 до 130 микрон. По поводу ржавчины и стойкости к коррозии, в данном случае говорить что-либо пока бессмысленно. Как правило, из Японии эти автомобили приезжают без каких-либо глобальных следов поражения коррозией. Но достаточно большое количество непознакомленного с завода с антикоррозийной защитой металла, в том числе и по низу автомобиля, заставляет сделать предположение, что для беспроблемной эксплуатации в будущем все же лучше потратиться на дополнительную антикоррозийную обработку. Ну а разговор про практичность этого хэтчбека по традиции начнем с осмотра багажного отделения. Дверь достаточно широкая, хотя и непривычно узкая по сравнению с некоторыми моделями типа Ниссан Сирены. Что касается размеров багажного проема, то в самом узком месте по низу ширина составляет порядка 98 сантиметров. Багажник не поражает объемом на первый взгляд, хотя в целом для компактного автомобиля это нормально. При поднятых спинках задних сидений длина багажника порядка 50 сантиметров, что достаточно немного. Ширина по низу те же самые 99 сантиметров. Ну а высота, если брать само багажное отделение, порядка 1 метра. Здесь нет ровным счетом никаких ниш сбоку, но в углублении под фальшполом мы видим отформованную из пенопласта нишу, где размещается инструмент, баллонник, петля, а также компрессор с герметиком. И вороток для домкрата. Сам домкрат прячется в своего рода импровизированной сумочке за задним сидением. Соответственно, при необходимости перевести в этом автомобиле какой-то длинный или объемный груз, вы можете сложить к спинке заднего сидения. При этом складывается оно в пропорции 2 третих к 1 третий. Ровного пола вы в любом случае здесь не добьетесь, однако уже сможете погрузить сюда нечто длиной до практически 1,55 метра. В случае же, если места по длине вам по-прежнему мало, вы можете также уронить вперед и спинку пассажирского кресла. В этом случае размеры полезного пространства в салоне по длине составят уже вполне взрослые 2 метра 40 сантиметров. Ну, а если груз будет более объемным, останется только играть его размещением по диагонали. На случай, если ваш Toyota Spade необходимо временно приспособить под перевозку грузов, компания предусмотрела и еще один вариант трансформации салона. Заднее сидение в данном случае стационарно, то есть оно не двигается взад-вперед, как и на многих минивэнах, но есть возможность поднять и зафиксировать в поднятом положении саму подушку сидения, как для одной, так и для второй половины. Причем, вы можете регулировать здесь длину лямки, соответственно, поставить что-то более или менее громоздкое на пол. Под это дело здесь освобождается достаточно неплохое количество пространства. На практичность погрузки крупногабаритных предметов в данном автомобиле работает и левая сдвижная электродверь. Проем двери поистине огромный. Длина дверного проема в данном случае порядка 1 метра 5 сантиметров, а если говорить про диагональ и, соответственно, про удобство погрузки, то это практически 1,60 метра. Те из вас, кому когда-либо приходилось грузить, например, в обычный седан листы пенопласта, скажем, метр на метр, оценят подобную опцию. Ну а теперь, что касается салона и места внутри. Автомобиль достаточно компактный, но при этом очень объемный. Это чувствуется. Запас пространства здесь буквально повсюду. Здесь достаточно места как в целом для руки, то есть довольно широкий подлокотник с удобными клавишами управления стеклоподъемниками. Здесь много места до потолка и очень далеко от вас находится лобовое стекло. Приборная панель при этом практически плоская в горизонтали, соответственно, при наличии нескользящих ковриков вы можете разместить на ней много-много чего. Обращает на себя внимание также и весьма неплохая обзорность, благодаря наличию в левой стойке огромной форточки, а по правой стороне небольшого дополнительного стекла в двери. Напоминаем, что кузов у этого автомобиля в плане дверных проемов слегка несимметричный. Что касается удобства посадки, то в данном случае мне без труда удалось подобрать для себя удобную позицию. Рулевая колонка в данном случае имеет регулировку только по наклону, причем в весьма ограниченном диапазоне. Но я думаю, что большинству владельцев таких автомобилей этого диапазона хватит с избытком, благодаря тому, что водительское кресло здесь можно регулировать как по длине, так, собственно, и по высоте. Сейчас оно стоит в максимально поднятом положении, но кресло при необходимости можно опустить и даже человек высокого роста уже без труда обустроится за рулем удобно. Напоминаю, мой рост метр восемьдесят шесть сантиметров и в самом нижнем положении кресла мне уже достаточно далеко тянуться ногами к педальному узлу. Кроме того, у водителя в данном случае есть и опора под левый локоть. Что касается разного рода клавиш управления, то здесь их на самом деле вполне достаточный минимум. По правой стороне мы видим клавиши управления подогревом водительского сидения. Такая опция на этом автомобиле присутствует. Здесь есть система стабилизации, собственно, кнопка запуска двигателя и блочок управления зеркалами. По левой стороне довольно удобно сгруппированные клавиши панели климат-контроля. Прямо перед водителем два достаточно вместительных кармана, один из которых довольно глубокий под разного рода мелочевку. У пассажира есть выдвижной подстаканник, есть такой же на два стакана либо на две бутылочки подстаканник и в центральной консоли внизу. Присутствует также 12-ти вольтовая розетка, а в дверной карте водительской двери есть небольшое пространство для не очень большого размера бутылочки и разного рода плоских мелочей. А вот по части бардачков здесь все обстоит не столь радужно. У пассажира в ногах мы наблюдаем крючок для пакетов, ну а сам перчаточный ящик в данном случае действительно перчаточный. Упрятать туда что-то кроме сложенного вдвое листа А4 у вас вряд ли получится. В случае отсутствия переднего пассажира вы можете сложить переднее кресло вот таким образом и получить довольно удобный столик с твердым покрытием, на котором можно либо что-то написать, либо поставить сюда, например, стаканы, чашки, тарелки, либо что-то положить. Причем это сложенное сидение вы можете без особого труда двигать вперед-назад. Для этого предусмотрен фиксатор и, собственно говоря, удобная ручка. Что касается места на заднем сидении, то его здесь не просто много, а очень много, учитывая небольшую, в общем-то, длину автомобиля до 4 метров. Запас пространства над головой, запас пространства для коленей просто огромен. Само сидение, как и передние кресла, кстати говоря, в этом автомобиле очень интересно сделаны. Они мягкие, необычно мягкие, и при этом неплохо держат тело. Плюс материал отделки сидений напоминает не грубую ткань с европейских автомобилей, а что-то ближе к велюру. Причем он не одинаковый по мягкости, но достаточно интересный. Хотя, конечно, это не велюр 70-х марков. Что касается удобств для задних пассажиров, здесь их самый минимум. Это буквально крючок для вещей в спинке переднего сидения, но присутствует подлокотник под правую руку. Также есть клавиша стеклоподъемника. Напоминаю, что с этой стороны у нас обычная привычная дверь. А с левой стороны к услугам пассажиров подстаканник. Отдельная клавиша открывания боковой двери. По углу наклона в данном случае спинка не регулируется. Это единственная возможная регулировка. Причем достаточно удобная. Центрального подлокотника, по крайней мере, в нашей комплектации, также нет. Что касается кузова и салона Toyota Spade или Toyota Porte довольно необычный автомобиль. Но под капотом здесь ничего необычного нет. В разное время, в зависимости от года выпуска, здесь могли размещаться следующие агрегаты. Базовым в линейке был мотор объемом 1,3 литра. Один НРФЕ. Этот двигатель выдавал 95 лошадиных сил. Представлял собой алюминиевую рядную четверку с цепным приводом ГРМов, фазовращателями на обоих распредвалах и обычным распределенным впрыском топлива. На двигателях 1,3 есть гидрокомпенсаторы, электронная дроссельная заслонка и, по большому счету, больше никаких заморочек. По сути дела, единственная и самая главная претензия, которую к данным моторам высказывают некоторые владельцы, это наличие расхода масла на угар при больших пробегах свыше 100-150 тысяч километров. Крайне редко подводят, например, индивидуальные катушки зажигания либо насос системы охлаждения, который может по тойотовской традиции начать подтекать и, соответственно, требует замены, а также требует периодической чистки клапан EGR. В некоторых случаях также отмечается и шумная работа муфт VVT-i. Второй двигатель и самый распространенный мотор на данных автомобилях это полуторалитровый 103-сильный 1NZ-FE. Данная силовая установка выпускалась очень продолжительное время, претерпела кучу модификаций, под капот Toyota Spade попала в уже самой последней своей версии. Здесь 4 цилиндра в ряд, алюминиевый блок с чугунными гильзами, здесь цепочка, кстати говоря, однорядная, достаточно тонкая и, как правило, просящаяся на замену к пробегу порядка 150 тысяч километров. Самый обычный распределенный впрыск топлива и присутствуют гидрокомпенсаторы, хотя на самых первых версиях 1NZ их не было, но те моторы относились к далекой эре, когда Toyota Porto или Spade еще не были даже в проекте. Здесь также электронная дроссельная заслонка и, по большому счету, 1NZ-FE это достаточно неплохой мотор, в довольно экономичный и в целом надежный. При осмотре подобного автомобиля также не лишний будет проверить его на дымность, поскольку в расходе масла на угар к большим пробегам эти двигатели также были замечены. Причин может быть множество, как залегшие вследствие перегрева маслосъемные колечки, так, собственно говоря, и задубевшие колпачки. Иногда свою лепту в расход масла вносит и система вентиляции картерных газов. Не лишний будет проверить мотор 1NZ и на отсутствие следов течи масла. А масло здесь может подтекать как по клапанной крышке, так и, например, по датчику давления масла, либо заднему сальнику коленчатого вала, так называемому коренному. Ну и последний двигатель, который попал сюда уже под занавес выпуска данной модели, это 2NRFKE. Двигатель уже более современный и как следствие более требовательный как к качеству топлива, так и к качеству смазочных материалов, но по большому счету не отметившийся хотя бы расходом масла на угар. По большому счету единственная претензия к данным силовым установкам это шумная работа. Двигатель достаточно новый и статистики по отказам по данной силовой установке еще немного. Стоит отметить, что сам производитель определяет ресурс практически всех двигателей под капотом порта в 200-250 тысяч километров пробега. Но у аккуратных владельцев, которые не пренебрегают регулярной заменой того же самого масла и используют качественные горюче-смазочные материалы, эти силовые установки будут способны отходить за 350 тысяч километров. Ну а в случае, если страшное все же произойдет, данные двигатели достаточно распространены на вторичном рынке запчастей и не так уж дорого стоят. Что касается коробок передач, на этих кузовах стояли только вариаторные трансмиссии фирмы Aisin. Причем в зависимости от используемого двигателя под капотом эти коробки могли быть в различных вариантах. Сами по себе вариаторы эти не отличаются какой-либо особой ненадежностью или проблемностью. Но залогом их долгой и счастливой работы будет являться регулярная замена масла вместе с фильтром. Менять рабочую жидкость в КПП желательно не реже, чем раз в 40-45 тысяч километров пробега. Что касается ходовой части, Toyota Spade это та же самая корова. Спереди у нас Макферсон, ну а сзади балка. Минимальное количество компонентов подвески также залог того, что вы будете крайне редко обращаться к ее ремонту. Хотя, например, те же самые нижние шары в данном случае уже запрессованы в рычаги и по задумке конструкторов меняются только в сборе вместе с рычагами. При осмотре автомобиля снизу обращает на себя внимание как полное отсутствие следов коррозии по днищу в данном случае, так и отсутствие следов каких бы то ни было масляных подтеков по стыку двигателя коробки передач либо по сальникам приводов. Не текут здесь поддоны. В общем, все находится в том состоянии, в котором вы и ожидаете застать автомобиль без пробега по России. Однако, если в регионе, где вы проживаете с качеством дорог все не очень здорово, имейте в виду один нюанс. Формально по каталогу клиренс у этого автомобиля 145 миллиметров, но на практике, например, под пластиковыми брызговичками этот показатель еще ниже. Расстояние от земли до края брызговиков в данном случае составляет 12 сантиметров. Причем, как в случае с Toyota Prius в 20-м кузове, достаточно низко здесь расположены и силовые элементы днища кузова автомобиля, а именно лонжерона. Поэтому, если с дорогами у вас все обстоит не очень хорошо, вам придется что-то придумывать. Либо устанавливать сюда нештатные колеса с резиной большей высоты профиля, либо придумывать что-то с проставками в подвеску. Ну, а что мы видим в задней части автомобиля? В данном случае абсолютно простая конструкция подвески, два сайлентблока, балки, которые на пробеге в 100 тысяч километров в данном случае еще не демонстрируют каких-либо следов износа либо старения втулки на амортизаторах. И, собственно говоря, 42-литровый топливный бак, горловина которого в данном случае кстати выполнена из пластика, что очень хорошо, поскольку никакой коррозии, естественно, она уже не боится. Таким мы увидели автомобиль без пробега по России Toyota Spade 2013 года выпуска. Надеемся, наш короткий обзор дал вам некоторое представление об этой машине. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, находящийся сейчас на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода данного видеосюжета машина все еще будет находиться у нас на продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить информацию по наличию и цене, а также прочие интересующие детали по автомобилю вы можете по телефону, указанному в описании под данным видео. Ну, а если у вас есть или был подобный автомобиль, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить обязательно укажите этот комментарий, ведь людям, которые смотрят себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.